Через полторы недели к нам придет широкая масленица. Праздник, который отмечают с размахом. Пекут блины, ходят в гости, устраивают народные гуляния с различными конкурсами. Музей-заповедник Сользавод уже готовится к празднику. Дмитрий Сергеевич Поначев, это депутат по нашему округу, где располагается наш музей-заповедник, пришел и сказал, ребят, ну давайте сделаем. Сделаем праздник. Весеннее настроение нужно как-то поднимать из этих зимних серых будней. И вот прямо очень быстро мы приняли решение, что все-таки конкурс мы проведем. Название конкурса – символ масленицы. Соответственно, от желающих поучаствовать жюри ждет солнышко, масленичное колесо, куклу масленица и другие тематические работы в форме аппликаций, диорам, рисунков, поделок и прочих шедевров декоративно-прикладного творчества. Научные сотрудники сформулировали, зачем это все затевается, чем будет полезен конкурс людям. Основной целью конкурса является знакомство населения с русской народной культурой, традициями подготовки к масленице, конечно же популяризация декоративно-прикладного творчества, а также сохранение и развитие традиционной народной культуры. Конкурсные работы будут оцениваться в трех номинациях – семьи, коллективы, индивидуальное творчество, в которые будут три возрастные группы. Начинать творить вы можете сразу после просмотра этого сюжета, а приносить символы масленицы можно в Сользавод 18, 20 и 21 февраля с 10 до 17 часов. Положение о конкурсе, бланк заявки участника можно найти в группе Музея ВКонтакте и рядом с этим видео в наших группах в соцсетях. Отметим, призовой фонд конкурса формирует его идейный вдохновитель при поддержке компании. Сложилась такая хорошая добрая традиция, что в Уралкале и музей Сользавод проводят какие-то совместные мероприятия, плотно сотрудничают. И я думаю, в этот раз тоже получится неплохо. Привлечем много детей, много коллективов и получим в результате красивое, яркое уже весеннее событие. Добавим, подведение итогов и награждение победителей конкурса назначено на 25 февраля. И мы уже планируем увидеть лучшие работы и пообщаться с их авторами.